Программа переселения граждан из ветхого и аварийного фонда действует в нашем округе с 2016 года. А годом ранее на баланс муниципалитета был передан этот дом. Сложно представить, но в 2017 он отмечает свой юбилей. 70 лет. Возраст для деревянной постройки более чем почтенный. Это жилое здание перешло в наследство нашему округу от московского ведомства. Которая не ухаживала за ним, не эксплуатировала его должным образом, в результате чего оно было допущено уже до такого аварийного состояния. Из этого дома мы расселили три семьи. Сейчас с четвертой семьей ведутся переговоры. Все девять жителей этого дома уже переехали в новые квартиры, расположенные на улицах Колпакова и Борисовка. Одна семья выбрала для дальнейшей жизни Перловку. Во время сноса нам встретился житель этого дома, который поведал его историю. Евгений утверждает, что был в числе первых новоселов. Я с 46-го года здесь жил. В этом доме? Да. А кто его строил? Его строила железная дорога. Су-336. А сколько там было семейка? Вначале и сейчас там все? Шесть семей. С насиженного места, признается Евгений, съезжать не хотел. Пришлось оставить любимый сад, да и пса в квартиру мужчина решил не забирать. Теперь последним жителем дома 52 на 3-й парковой улице является этот черный бродяга. В свою очередь люди, проживающие в соседних домах, изменениям, конечно, очень рады. Несимпатичный фасад здания смущал местных давно. Она нам не мешала. Все идут, говорят, как вы живете здесь? Я говорю, все нормально. Нет, смеются и пойдут. Ну, некрасиво, согласитесь. Ну, а что делать? Вон все двери эти наши от этих домов. Некому было забор сделать. Это смешно даже, а? Этот дом был признан аварийным в 2015 году, как только перешел во владение муниципалитета. На тот момент износ конструкции составлял более 70%. Снос дома продлится около недели. На его месте планируется создать благоустроенную зону с местами отдыха для детей и взрослых. Анна Рощенкова, Олег Степанов. Информационная программа. День.